Музыка Принято решением министром Александром Тимовичем Новым о создании, скажем так, силового департамента. Это департамент экономической безопасности. Своего рода впервые в министерстве, по крайней мере, правоприемники всех энергетических министерств, который сосредоточил в себе все силовые функции. Это такие функции, как антитеррористическая защищенность объектов ТЭК, по закону 106-му ТЭК, защищенность от актов незаконного вмешательства. Это, соответственно, вопросы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. Это вопросы инновационной готовности всего топливного энергетического комплекса. И, скажем так, один из основ, который с чистым видом экономической безопасности, это по направлению отдела спецпроектов, непосредственное взаимодействие со всеми правоохранительными органами и спецслужбами, на предмет защиты интересов компаний в государственном части, от незаконных действий и, соответственно, создание на базе министерства энергетики площадки для, соответственно, вырабатывания общей скорейной инновационной действий по защите интересов госкомпании. Уже, соответственно, только департамент, созданный в начале 2020 года, от результатов деятельности скала, в том числе, пресечения незаконной деятельности отношения одной из компаний на сумму 60 миллиардов рублей. Также сейчас в производстве находятся, как минимум, три проекта, тоже с огромной колоссальной суммы. Свою эффективность, несмотря на год работы департамента, уже доказала, и мы активно это развиваем. У нас было отмечено и на площадке генеральной прокуратуры положительный эффект создания такого департамента. Так вот, одно из направлений нашего департамента, это как раз разработка нормативных правовых актов, в части, соответственно, защиты компаний от актов незаконного вмешательства. Он, наверное, известен, наш закон, 10-ти секунд уже непосредственно о безопасности объектов в топливно-энергетическом комплексе. И, переходя, соответственно, к непосредственно сегодняшнему вопросу, готовясь к нашему мероприятию, мы, естественно, запросили позиции компании топливно-энергетического комплекса на предмет взаимодействия, скажем так, с департаментами аппаратов. Вот, у меня отсыпая вышивка от крупнейших энергетических компаний, о проблемах, которые имеется, я их попытался обобщить. И, примерно, мы уже видим, каким путем мы пойдем для решения этих проблем. Так вот, приходя к теме, хотелось бы отметить, одной из важнейших задач в любой компании так является минимизация экономических и экологических рисков, связанных с оплатацией объектов. Для контроля этих рисков нужно проводить постоянный мониторинг, который не так просто не смешен. Несколько десятков лет такой мониторинг проводился путем пеших обходов или использования пилотируемой авиации. На смену таким подходам пришли беспилотные дедательные аппараты, которые, как считалось раньше, используются только для военных целей. В сионе сферы применения беспилотных дедательных аппаратов увеличились. Беспилотники используют полицейский и гражданский служб, в том числе для поисково-пазательных работ, управления земельными ресурсами или топографических съемок. Ряд объектов ТЭК характеризуется своей линейностью, протяженностью, отдельной и пролеганием под воду, в связи с чем большинство компаний ТЭК заинтересовано в применении беспилотников. Так беспилотники на объектах ТЭК могут применяться систематическое наблюдение за состоянием линейных объектов ТЭК, своевременное обнаружение разрывов нефти, выявление нарушений в защите участка объектов ТЭК, поиски разведных осторождений, экологический мониторинг атмосферных выбросов, оперативный контроль за несанкционированным действием, выбыванием на охраняемых объектах посторонних лиц, а также выявлением незаконной деятельности, например, кражи аналитических ресурсов. Несмотря на эффективность беспилотников, их применение в компаниях ТЭК расширяется либо на условиях аренды, либо носит характер опытного университета. Это связано с наличием ограничения законодательства, регулирующими правилами организации полета в отдушном пространстве. Сразу заведу вперед, скажу, что коллега сейчас уже сообщил о том, что вступает завершенного дня в новые правила, как раз, использование беспилотников на определенную инцидентру и определенного веса, это, конечно, уже отвечает на ряд вопросов, которые компания ТЭК к нам обращается. Вот я и отдельно остановлюсь в своем выступлении. Так, федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации предусмотрено, что полеты беспилотников должны осуществляться каждый раз по согласованию с органами обслуживания воздушного движения в разрешительном или удовлетворении порядке и в зависимости от категории класса воздушного пространства. Важно отметить, что правилами не предусматривается однократное получение разрешения на однократный пролет беспилотников в течение длительного времени по заданному маршруту. Автоматический регулярный полет беспилотников с фиксированной периодичностью практически не осуществует, тогда как именно такие полеты вдоль линейных объектов дают наиболее ощутимый эффект от их использования. Применение беспилотников требует постоянного и заблаговременного прохождения процедуры согласования полетов соответствующими полномочными методами. Несмотря на положительный эффект от применения беспилотников, многие компании ТЭК не первый год изучают ситуацию с беспилотниками как с одной из угроз безопасности. Анализ установки вблизи объектов ТЭК показывает появление угроз совершения противоправных действий, в том числе террористической направленности в отношении методов применения беспилотных летательных аппаратов. Справочно, например, в 2018-2019 годах несанкционированное применение беспилотных летательных аппаратов зафиксировано в ближайшем окружении объектов Паурус Гидро, таких ТЭК, 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 ТЭК и Саянашевшевский Герс. Относительно доступности беспилотных летательных аппаратов, их технические характеристики могут позволить осуществлять предварительную разведку редкоуязвимых узлов энергосистем, а затем наносить удары по ключевым элементам, например, таких как распределительные устройства, коммутационное оборудование, изоляторы, трансформаторы и т.д. Справочно всем известная ситуация, которая произошла на одном из предприятий Сауновской Аравии в Кеном, 14 сентября, тогда было использовано около 18 мест беспилотных аппаратов. Среди отдельных компаний, осуществляющих иной подход к применению беспилотника. Так, в отношении объектов генерации, анализ возможностей воздушных атак беспилотника показывает, что для гарантированного выведения из строя критических элементов такого объекта и прекращения его нормального функционирования требуется одновременно воздействие от 2 до 5 беспилотников, грузоподъемностью от 10 до 30 кг. При этом подрыв заряда взрывного вещества необходимо осуществлять, как можно ближе к царям АТЭК. Мы не говорим сейчас о беспилотниках военного назначения, которые оснащены ракетными установками. На отдельных объектах ТЭК это выполнено затруднительно, поскольку критические элементы располагаются в коктальных зданиях, над критическими элементами находятся физические ограничения, технологично усмотренная защитная конструкция к физическим элементам. Из этого можно сделать вывод, что воздушные атаки с применением беспилотников гражданского назначения на отдельный объект ТЭК маловероятный в связи с непривлекательностью и сложностью их осуществления. Для выявления и пресечения вопроса от применения беспилотников руководством нашей страны принимается анемен. Уже говорилось об этом, что у нас в конце декабря президентом был подписан 404-й федеральный закон, который наделил ряд силовых структур полномочиям по пресечению нахождения беспилотников над какими-либо объектами, а также по применению спецсредств противодействия. Это вам неизвестно такие организации, у нас, если не ошибаюсь, 5 федеральных органов. Это Федеральная служба исполнения наказаний, ФСБ, Росгвардия, ФСО, Недосредственные Медыки. Объекты ТЭК могут охраняться не только подразделениями таких ведомств, но и ведомственной охраной, частной охранной организацией. Для нас это самая сейчас важная тема, потому что, как вам, наверное, известно, у нас созданы 3 ведомственные охраны в силу закона ведомственная охрана Транснефти, ведомственная охрана Роснефти и ведомственная охрана для спорта. Кроме того, объекты ТЭК охраняются не все частными охранными организациями. В настоящее время ведомственные охраны и частные охранные организации такими полномочиями в отношении беспилотников не были наделены. Министерством совместно с компанией ТЭК в начале 2020 года начата работа по комплексному пересмотру законодательства обеспечения безопасности и антитеррористической обеспеченности объектов ТЭК. В рамках указанной работы мы планируем дать возможность ведомственной охране и частным охранным организациям охраняющим объекты ТЭК также пресекать нахождение и применять специй тех средств противодействия беспилотникам. Это очень важный момент. Мы видим запросы компаний ТОП-аналитического комплекса в отделении такими полномочиями, как ведомственная охрана, о которых я говорил, так и частная охранная организация, охраняющая объекты ТЭК. Мы действительно сейчас, прорабатывая вопрос, думаем по каким претериям. У нас же объект ТЭК согласно категориированию делится на высокую, среднюю и низкую степень. Также есть и некатегорированные объекты. Поэтому в зависимости от категории, потому что здесь различные предложения, может быть на высокую категорию распространяться, может быть на все категории. Но эти вопросы находятся в проработке. Мы видим актуальность этой проблемы и ее надо решать. В рамках указанного работы мы планируем дать возможность ведомственной охраны и частным организациям, охраняющим объекты также, ну это я уже говорил, пресекать беспилотных. В целях расширения использования компании ТЭК беспилотников в своей деятельности также целесообразно проработать вопрос о предоставлении юридическим лицам возможности получения разрешения на многократные полеты беспилотных воздушных судов по заданному маршруту в пределах предельных опытных районов и охраной зоны линейных объектов, инфиксированной на максимально высокой полет. Например, не более 50 метров. Почему мы говорим не более 50 метров? Это предложение у нас компании электросетевого комплекса. Так как, например, опоры 220 кг, это варианты 30 метров. Высота опоры 130 кг, 18-20 метров. На длительный срок, ну по нашей предварительной проработке, мы предлагаем это сделать не менее одного года. Тогда это упростит и предоставит возможность применения с эффективностью для компаний топливного аналитического комплекса как раз этих беспилотников. Мы сейчас находимся на стадии проработки. Отдельно хотелось бы сказать, что созданием нашего департамента мы особое внимание теперь уделяем пересмотру ранее изданных нормативных правовых актов по исполнению 256-го федерального закона. Мы понимаем, что уже угрозы другие. Нужно всю подзаконную базу приводить в соответствие с реальными угрозами, с реальными жизненными. И эту работу мы уже начали. У нас большинство нормативных правовых актов и проектов является под дрифтом ДСП. Но вместе с тем мы уже всю нормативную базу регулирующие отношения проанализировали. У нас составит график. И в 2020 год мы полностью уберем пересмотру с нормативных правов актов в области безопасности объектов топовно-энергетического комплекса. И в том числе, как и сегодня мы обсуждали тему, это как раз использование беспилотных ретательных аппаратов для целей компании топовно-энергетического комплекса. И упрощение использования этих беспилотников. В принципе, в этой части у нас все. Мы здесь больше, наверное, как правоприменитель, как единая площадка, которая консолидирует мнение всех компаний топовно-энергетического комплекса. Видим проблемы с использованием таких беспилотников. И стараемся, соответственно, позиции компании топовно-энергетического комплекса привести до коллег.